Четырехглавая, трапециевидная, дельтовидная. Это все название мышц. Люди на сцене знать анатомию не обязаны, зато для изучения этой науки могут стать наглядным пособием. Чтобы выйти перед судьями в таком виде, они годы тренировались, ограничивали себя в еде и полдня готовились за кулисами. Вот сейчас, видите, Денис для нас позирует, и вот этот бронзовый загар, который вы на нем видите, он для того, чтобы лучше проявить, что сам успел к этому моменту накачать, а не для того, чтобы что-то там пририсовать. Говорят, с краской мухлевать, конечно, пытаются, но только новички. Как говорят профессиональные тренеры и члены жюри, хитрости из мира макияжа, например, придать тенями объем, здесь просто не пройдут. Иногда я наблюдал такое, но это делают обычно дилетанты, которым кажется, что это сработает. На самом деле для судей это никогда не работает и, ну, просто выглядит немножко, так сказать, забавно. То есть профессиональный глаз всегда это видит? Конечно. Объем мышц и их прорисованность, так называемая сухость – главные критерии оценки. Чтобы добиться максимальной рельефности перед выходом, спортсмены нагоняют в мышцы больше крови после сцены и позирования. Мышцы крышного, крыша, пожалуйста. Выходят на сцену по несколько раз. Так продолжается почти до ночи. Добавьте сюда многомесячную диету и вы поймете, почему за кулисами дежурит врач. Спортсменка Татьяна Еремина говорит, что не упасть от истощения, когда из еды запретили почти все, помогает только спортивное питание. Если бы не было спортивного питания, я думаю, что у меня не было сил бы на ежедневной тренировке. Потому что восполнение моей энергии и восстановление как можно скорее еще для меня это очень важно. Когда я поняла, что у меня есть задачи и у меня тренировки ежедневные, обязательно нужно с тренером своим решить, какое спортивное питание, когда принимать, сколько и какая у тебя задача. Естественно, современные спортивные добавки еще и приближают атлетов к результату. В Алтайском крае, по словам представителей Федерации бодибилдинга, есть чемпионы Европы и мира, мастера спорта международного класса. На этих соревнованиях алтайские спортсмены взяли золото в трех номинациях из десяти. Соревнования этого года интересны и тем, что здесь впервые в России ввели новую категорию – классик физик. В ней спортсмены выступают по стандартам золотой эпохи бодибилдинга, когда блистал сам Шварценеггер. Первым победителем стал бейчанин Артем Андреев. В зале он достиг необходимых результатов всего за два года, но для этого прикладывал много усилий. Ты, получается, живешь в Бийске и на каждую тренировку ездишь в Барнаул? Да, да. Ну, я стараюсь на тяжелую тренировку приезжать в Барнаул под руководством тренера провести тренировку. Самое сложное – это дисциплина в этом спорте, это питание, это каждые 2-3 часа приема пищи систематическая. Артем – бизнесмен, для которого бодибилдинг – просто хобби. И даже побеждая, он скорее больше тратит, чем зарабатывает. Но, несмотря на очевидную сложность такого увлечения, планирует и дальше брать совсем не любительские вершины. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует...